Приветствую всех любителей футбола, Мелбет, Первая Лига и у нас матч в Красноярске, последний апрельский тур, тур по номеру 29. Ну и сегодня в Красноярске гостит команда Родина, представляющая столицу нашей страны. Это команда, которая действительно претендует на многое. Готовит подачу, подача, направление 10 метров, отметки, Плиев и гол. Не без рикошета, но с офсайдом, зато показывает Сергей Куликов и его первый помощник Денис Петров. Так, момент между тем у Родины, ой-ой-ой, Иван Тимошенко, лучший бомбардир, мог догнать сейчас Сакедона Гузину в списке снайперов всего турнира. Но не забил Иван, а сразу три встречи подряд, стартовые, в туре завершили со счетом 0-0. Так, что здесь? Здесь свисток. Юдинцев в штрафной вошел. А, ну тут нет, с нарушения правил Юдинцев сыграл, да, он попал в раздорских по лицу. Говорили мы до прошлой недели, что Енисей в этом году не проигрывает. Ну вот шанс у Енисей. Окладников! Окладников Сангаре его сбивает. Это пенальти. 27-я минута. Пенальти и желтая карточка Дэвиду Сангаре. Но попытка сыграть мяч была. Мы смотрим за ударом Ломакина с точки. Удар Сангаре. Спасает свои ворота Ломакин. Второй пенальти подряд, кажется, не забивает. Была у него осечка весной в матче против Волгаря. В самом начале. Так, еще желтая карточка. И красная карточка. Пока еще не момент. Калмыков штрафной входит. Снова от Рукаса убежал. И снова Евгений Ставер. Енисей выручает ногой. В этот раз преграждая мячу путь ворота. Но был шанс еще у Тимошенко. Сейчас... Вот тут редкий, редчайший даже сказать эпизод, когда в Енисе что-то наклевывается из его фирменной игры. И в итоге такой удар Маркова. Крайне неприятный на самом деле. Хороший момент. Уэсли пробивает дальний угол с отскоком от газона. Ставер был готов. Отбил мяч. Но в игровом отношении сегодня все могло складываться еще хуже для Енисея. Султонов. Мощный удар. И будет удар от ворот. Гордюшенко, Гордюшенко и Уэсли там вдвоем блокировали. Гестаров, Коноплин и Окладников. Но положение вне игры зажигает сейчас боковой арбитр. И это долгожданного праздника в манерском голове на Енисея нет. Да, на табло уже единичка зажигается, но преждевременно гол обменен. Еще раз смотрим. Окладников. Похоже, похоже на то, да. По этому первому повтору, что все-таки Окладников был впереди. Тут скидка на Андреева и опасный выход Родины. А вот этот гол, судя по всему, засчитывается. 85-я минута. Родина открывает счет в сегодняшнем матче. 0-1. Игорь Андреев. Сработала замена тренерского штаба Дмитрия Парфенова. И Родина забивает. Победный ли это гол или нет, мы сейчас узнаем. Будет ли уже рубить команда Российской Беликой в моменту, мы узнаем. В начале июня пока выстрел Мальцева. Вот такой выход на заметку. Мощнейший удар в левый от себя угол. Но Ставер так по волейбольному мяч отбивает. Но шанс ЕСЕ все-таки есть. Время, минута с небольшим. Подача Егора Иванова. Нет. Снимает вверх. И дальше Кичин приложился. Чупок стать героем. Потому что я хочу. Красавиал. Все. На этом звучит финальный свисток Сергея Куликова. Фиксирующий историческое для этого сезона событие. Первое домашнее поражение ЕСЕ. В 25-м году в первой лиге это произошло.